Директор Института Восточной Куркописи и Кирилл. Директор Минопополь, Директор Минопополь, Директор Минополисов и Презентации. Дорогие друзья, жертвы меня в лица коллег, сотрудников Института Восточной Куркописи, Российская Куркописи и Кирилл. Директор Минополисов и Презентации. Директор Минополисов и Презентации. Директор Минополисов и Презентации. Наш институт располагается в замечательном Новомихайловском Барцеле, княжестве, которое связано с семьей Михаила Николаевича и его князя Хармачева, с семьей Николая I. Мы сюда переехали, ну, в общем, в начале 50-х, потому что решение было приезжать в 48-м году, по переезду Минополисов. Соответственно, приезжать в таком очень речении Хармачево, в общем-то, остановка работы, более там даже, ну, так сказать, какое-то, в общем, опрасывание назад, было лет на 10, поэтому переезд на несколько лет, но с тех пор мы в этом замечательном дворце предполагаемся, и храним здесь нашу коллекцию, которая по своему культурному статусу соответствует значению этого дворца, обвиняемого государственного памятника, федерального значения. История нашего института восходит в 1818 году, когда по предложению Северии Семеновича Уварова 23 ноября, одиннадцатый по старому стилю, был создан в Санкт-Петербурге Азиатский музей Санкт-Петербургской императорской академии наук. В год ноябре прошлого года мы широко отмечали свои юберей, большие заседания очень торжественные в Смолене, было открытие наших предприятий, и потом приняли конференцию, презентацию создания нашего хранилища, бывших кармейских новых эксплуатаций. И, в общем-то, историей гордимся первым директором Азиатского музея была родист Кристиан Алина Ильич Фрэм, и приглашение его сюда, в Санкт-Петербург, это также очень большая заслуга Уварова, который был на переписке с Фрэмом несколько лет, и, в конце концов, заедет в Кристиан Алина Ильич Фрэм, и, в конце концов, заедет в Кристиан Алина Ильич Фрэм на долгое время, и он отправился в внимание в росток, где его сдала кафедра, но настолько велелся работать с кармейей Фрэмом, вместо четырех месяцев, он просто доставшийся ему и, в конце концов, полагаться свежих лет в его жизни, и в 20-24 годах он отдал азиатского музея. Еще одна заслуга Уварова – это покупка того, что драма лекции, которая составила в нынешнем нашем коллекции азиатского музея, в Санкт-Петербургах, Воспространстве, это покупка два приема общей сложности Сенесот, очень красиво, сандаломное чесносимесо-путописи, адаптно-опричных из коллекции Жанна-Бартистов и Руссо, Времянников и Кутуру, который служил в Норвежнем Востоке, в частности, в Триполи по Косу. Но если строго говорить, академическое мандаломие в России в Востоке, конечно, Байер, который изучал санскрит, написал две статьи по демантике санскрита. Но в стенах Азиатского музея мандаломия, точнее санскритология, началась с Агилута, а затем мы вам продолжили санскритологическим университетом Лейтин, который, хотя и должен в большую жизнь, был достаточно сломан сделан, начало отписываться в санскритской офисе Азиатского музея. Это дело было продолжено целой биллиардой замечательных санскритологов, Петром Павловичем, именно хорошо известный в этой аудитории «Метнужды», о каждом из них рассказывать подробно. Но, в общем-то, что хотелось бы особенно обидеть, обидеть и обидеть большое внимание, все абсолютно обидели институты. То есть, вот, туполизация, создание, наоборот, это все входило в их обязанности. В общем-то, вот эта вот уникальная работа с рукописием и с источниками всегда создавала для института восточных рукописи ту уникальную нишу, которая, помогая нам оставаться, во-первых, независимой структурой, а во-вторых, структуры достаточно уникальной. И я это говорю абсолютно по сознанию дела, потому что здесь работают великие люди, многолетний директор Сиатского музея и директор Института Востоковения Сергей Ильич Эльбург очень многое сделал для того, чтобы, во-первых, продвигать его на самых разных фронтах, в самых разных управлениях. Известно, мы сдали бюджетика Будика, которую мы ценили в 1697 году. Но нам с луковедом, так сказать, то с аналогом непосредственным связанным у нас, в этом городе, что он такой великой и дальнейшийся организатор науки. Он, в общем-то, многое сделал для нашего учреждения, нашего института, многое сделал для Академии наук. Собственно, он ее поймал на недосягаемую для нее до того высоту. У нас стала государственная структура, стало нам встретиться и причиняться правительству. И как, например, учетный секретарь Академии наук Соберевочка служил 24 года. Очень важную инициативу можно отметить, которая вообще-то говорит о большом интересе к буддийскому, к буддийским моментам. Это, конечно, первая буддийская выставка, которая началась в работу 24-го, аморста 1590-го года. То есть в этом году будет столетие, можно это так отметить, потому что в следующем большом событии она сопровождалась лекциями дающихся исследователей и сам Ольгинбурга, Шипацкого, Владимирцева, Федор Пальшиша Шипацкого, Борис Яковлевич Владимирцева и Атум Атумовича Соберев, которые вошли в сфере металлогиках. Очень равные уже имена. Самый такой Соберев, конечно, должен быть упомянут. Он со своей тоже короткой жизнью достаточно огромное сделал. И на определенном этапе он, так же, как Калибург, в общем-то, все востоковеды самоподелорные инфераты были связаны с Азиатурским музеем, институтом. Востоковеды, Чайбацкого, Острико, все ничего огромное сделали, не должны изучать людей, не изучать книги, моменты, связанные с этапами и так далее. Институт наш, можно сказать, прошел ряд рекомендаций. В 1990 году был организован в институт востоковеде, который до начала 50-х годов полностью находился в Ленинграде. Зачем после Второй мировой Великой Отечественной войны, когда направо значительно изменилось в Советском Союзе, востоковеды превратились в мощный фактор политики, международная жизнь и правительство поднимает решение перевести институт в Москву, но вот такая тоже маленькая судьба. Для коллекции этой библиотеки не нашлось, не нашлось места, и ее буду решено оставить в Украине, где сначала работают институт в Украине, а затем в Санкт-Петербургский филиал, институт востоковедения, академия наук, российской академии наук. В 2007 году Президенте Украины, да, он с вами, и мы стали на институте новосточной прописи в системе академии наук, это замечательный проект российской академии наук, мы используем и будем использовать в плене. Именно аналитики Петрович Баранихова и Владимир Святославович поработали эти ситуации, связанные как раз с деятельностью института востоковедения Менинграды, а также выдающиеся исследователи, которые, собственно говоря, работали в институте и отдали их долгие годы. Дмитрий Александрович, филограф, имя которого названо «Чтение», он специалист в чутку новой индийской филологии, и, надо сказать, он уже как раз описание автописной коллекции, по ее, так сказать, масштабу, она, в общем-то, в целом, потому что в мире таких собраний в Андреи, если страна у нас по количеству хранения из гританских библиотеков, национальных библиотеков и францев, мы вполне даже сопоставим. Это действительно одно из удающихся собраний, которые знают, и, собственно говоря, людей, которые занимались самыми исследованиями, тоже знают, уважают в мире, вот этот престиж, авторитет классической школы, Красковская Петербургская школа классического вздоколения, он будет дальше шеяться сейчас. К моменту последние события народных институтов, они это были на самом деле. Светлана Леонидовна Невелева, и Ростова Дмитриевича Семеновна, тоже обравших полную работу в нашем институте. И, собственно говоря, множество заслуг имеют эти удалюющиеся исследователи, и, конечно же, Махабхатов, и уходящие из Черной Северы, и, действительно, такое, значит, упрощение нашей стадии степетенности о Черной Севере, так называемой параметке Вестности Востока. Мы поддерживаем она по ситуации у нас. Вот. В общей сложности коллекция наших последних площадей составляет до 15 тысяч рублей с хранениями, до 60 тысяч людей живут в восточных языках, дочителей в восточных языках. Почти миллионная собранная библиотека, вот, к сожалению, такая проблема, мы уже так же начали здесь обсуждать, потому что, это сделано продавание. Это наша очень большая беда, которая, собственно, дает давление учреждения Академии наук со середины 2016 года. Ну, продавание, тем не менее, силами наших сотрудникам, энтузиастам, подарков, за счет замечательных поступлений оно продолжает, и продолжает. Вообще, начиная с 12 дней, в Великой моменте учреждения Азиатского музея европейские исследователи прочитали за чисто, дали свое произведение, с мультурой объявляющего Азиатского музея, поэтому, что касается 19-го музея, у нас абсолютно выдающееся собрание и в самом же направлении в Востоковедине. Наши монтологи, обучающие в жизни уже, может быть, и уже прошло, Валерий Александрович Николь и Валерия Петровна Астутов. Вообще, у нас достаточно молодой имеется состав, собственно говоря, сорок с большим это вот трое первых здесь перечисленных наших сотрудников, и еще не достигшие сорокалетнего возраста, а 35-летней со скривилогии. и я благодарна какой-то интерфейсовому уровню, который привез, привел в зал, вот сюда, вот эти стены, в общем-то, они стали большими последствиями по нашему учреждению. вот наши коллегицы, ярославы, если у вас возникли желание посмотреть, можно гостей, коллег с колесным собранием, сделаем, назначили время, все готовы. есть у нас очень известное личное восстановление, то тоже, пожалуйста, можно на первую поделить гостей, и, значит, завтра будет провести сначала в музей, а потом, наоборот, сделать вот. Спасибо вам большое за внимание, и, уважительно, моих коллег, еще раз пожелать большого спектра конференции в проблеме интерпретации конкуренционного текста. Спасибо вам. Спасибо. Игорь Михайлович, товарищи, переносится на четверг. Ну, поэтому у нас, если вот будет несколько просторнее, я все-таки прошу, потому что докладов все равно немало, ну, придерживаться примерно рекламентов 25 минут вместе с презентацией. Где-то вот после 25 минут я буду подавать сигнал, что пять минут осталось, и, соответственно, докладчики прошли. А сейчас предоставляю слово Витесу 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 для доклада полиции Мана Средине. Витесу 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 Мы знаем без приложения к голове, то есть приходят мысли. Вот это, по-моему, приводится в разных источниках, что вот манность – это орган, который связан с вознаграждением мысли. Если взять самообразовательный аспект, то суффикс «ас» образует абстрактное существительное среднего рода, то есть манность, от корня в сглазном ступене гуна, который, соответственно, подугарил. Характерное значение этих имен – это название действия, номина активность. Часто они выражают результат действия или некоторые конкретные значения. То есть, к примеру, «вача», «сатвача», речь слова «тамос», «врак», «шлявос», «слава» и прочее. Также у славидийского языка слово широко употребляется в разных философских системах и разрабатывается это понятие довольно широко. Я просто приведу одно из обозначений, которое приводит Виктория Алистинга в своей книге «Универсум Буэшлещики Штаманас» Это внутренний психический орган величиного сатана, управляющий деятельностью индии, то есть органов чувств. Если перейти к Регвере и посмотреть, ну, словарь Градсвана, то он выделяет, у него 18 таких пунктов обозначений, понятия «манос», ну, в принципе, рассмотрев все эти пункты, можно свести эти значения к нескольким основам. То есть, основное значение – это дух, газ у Градсвана, и там могут появиться разные значения – это Градсвана, это и дух предков, и жизненный дух и прочее. Ну, и конкурс, как внутреннее сознание, как орган и место духовной активности, газ у Градсвана, еще дается вот разработка по нескольким пунктам. Далее дается мысль, пара их мысли, особенно выражение «быстрый как мысли», мы потом посмотрим пример. И, так скажем, мысль и воля, и мысль и воля также дается одно исключительное значение – место пребывания пухоль даже в голову. В этом случае я и хочу немножко расширить, посмотреть конкретнее, потому что, в принципе, это меня и натолкнуло, побудило к этому докладу. Поскольку, ну, известный гимн 1-й манглы, 32-й, о деяниях индры, причем, наверное, самый популярный гимн, который приводится во всех натолоках, в которых эксплицитно описывается деяние индры, то есть, ну, это хрестонативный вообще гимн, и, значит, кто разбирал этот гимн, знает, что там есть несколько трудных мест. Одно из мест – это 8-й стиль этого гимна, и там допускается иммунгация, то есть, то, что я привожу наверху, то есть, и выделено красным, это классическая передача кекста по Санкт-Петая, по Допатка, а, значит, внизу, это выделено синим, это тот же пассаж, который, в принципе, игнорирует подопадку и, значит, разделяет слова иначе. Эта гимнация началась с пищи, а потом, повторимо, была многими исследователями, об этом говорили в своем комментарии, и потом уже переходят в современные переводы. Я посмотрел, ну, естественно, Татьяну Яковлевну, Елизаветову, который, кстати, вот, приводя примеры, я русский перевод привожу по переводам Татьяны Яковлевны. Если я что-нибудь буду добавлять, я бы об этом буду вам говорить, но, в принципе, русский перевод идет примером Татьяны Яковлевны и Елизаветовны. Татьяны Яковлевны. Ну, это говорится о врубле, то есть через него безжизненно нечащего, как растрошенный врусник, текут вздымаясь воды мало. Ну, это, значит, фрагмент, который нас интересует. Дальше, те, у которых в утро некогда силы сковывал, у них ног лежали, у них, у них, у их, извиняюсь, но, наверное, я сделал перенесенную шутку, извиняюсь, у их ног лежал змея. Значит, вот вся проблема, что вот ману ругана, которая дает подопадка, членится исследовательным иначе, и членится ману ругана, что позволяет делать перевод. Значит, воды мало, воды мало, а не, значит, связать это с словом манус, об котором мой язык. Ну, почему мне кажется, что эта иномендация должна быть пересмотрена, хотя она повторяется и в переводах современных, это повторено и в современном английском переводе Бребетта и Джанисон. Ну, там это дается без комментариев, Татьяна Японина дает просто комментарий, что она следует тишину и рыбу. И, значит, также Пиццель дает ту же интерпретарку, что дает Гельмин, в принципе, следует Гельмин, и это отмечает. То есть везде возникает ману. Ну, некоторые исследователи это переводят как «воды людей», делая такую ману, воспринимая как метафору. И, значит, в этом смысле переходы нынешние не отличаются. То есть в своем докладе я хотел рассмотреть и этот частный случай и немножко поговорить о значениях манус, если мы предполагаем, что это манус, Бребетт. Если взять манус, Бребетт, то есть я сейчас немножко буду говорить о значениях манус, Бребетт. Просто я не знаю, как по времени все есть, да? Значит, несколько статистических данных я приведу, как в обычных докладах. Ну, в Бребетт отмечено около 180 случаев употребления слова манус. То есть я, если сравнивать с другими словами, о которых я сейчас здесь докладывал, и асу, и прочее, то есть это очень употребительное слово в сравнении с другими. И, значит, в большинство случаев манус около половины инструментарности, то есть мануса, чем мыслим или духом, и вот в таких значениях. Несколько случаев, 21 случай, аплитив-генитив мануса. Один из случаев, это хатилус симулярис, мануси, и шесть случаев, манатилус аплитивус куралис, манануси, которые, скажем так, связаны с множественностью божеств, которым посвящены эти контексты. Если взять сейчас, я разобрал переводы русские, Татьяна Яковлевна и Реализаренко, и как переводится это понятное? Ну, дух, душа, мысль, разум, сердце, замысел, мысль. Замысел, ну, в смысле, замысел это контекстуальная, там можно переводить мысль. Понимание, это единичные случаи. То есть замысел, понимание, единичные случаи по мысли, клюральность. Это тоже единичные случаи. То есть наиболее частые переводы это дух, душа и мысль. То, в принципе, это то, о чем говорит и словарь Делгина. То есть в значении дух, душа довольно часто встречается слово манаси. Я приведу один пример, десятый мангалы. Это пример из так называемой группы гимнах-галпаян, которые связаны с возвращением жизненного духа. С возвращением жизни. Ну, там сюжет такой, что четыре братья-жреца служили у царя, жрецами, и он их уволен. Ну, это поздняя литература, да, этот сюжет. То есть пану храме, и более поздним текстом. И, значит, они разозлились, и, значит, наслали на царя под проклятие. В ответ двое из новых жрецов колдовством отняли жизнь у одного из братьев Субанго. Вот три остальные братья произносят заклинание на возвращение жизни Субанго, чтобы он вернулся в жизнь. То есть, вот, вот одно из трасс, «О, асуни деману асман Субхария», и далее, «О, уводящее дыхание жизни, удержи нас дух, продли хорошенько нам в жизненный срок, чтобы мы живы». Ну, этот пример для меня важен еще и в том, что связывается несколько с моим депадом, который я тут читал несколько лет назад, про асу. Вот есть четкое разделение, что асу – это другое, чем манас. Это асу – это, которое связано с глагоном «брит», и то есть та, которая уводит жизнь, ну, переводит и дыхание жизни в этом, там, ну, это уже другой лапост. Маманас – это другое, и в данном случае мы переводим «дух». Значит, если так посмотреть еще, нет, еще тот пример, если посмотреть, то если здесь примечательно, что удержит нас дух, то есть манас – это то, что находится внутри, и что показывает форму «локативус плюралис» от, значит, местоименной формы. Еще, если я просто, я уже так, рассмотрим значения, основные значения по примерам. То есть часто манас переводится как «сердце», поскольку это не только умственная, но и эмоциональная деятельность, вот сфера только умственная и эмоциональная деятельность, и это уже отмечается в «ритвиле», то есть вот другой контекст, жертву, который хочет покорить сердце богов. Ну, тут можно спорить, можно переводить и мысль богов, мысль и сердце, то есть там варьируют. Кстати, вот в переводах наиболее часто все-таки переводится это не сердце, а мысль. Также даже есть контексты, это вот из другой контекста, Индра, значит, Дим Индре, рассудок ответил моему сердцу, что вот манас, ну, очень медленный, да, а практика обучает. То есть в этом случае отождествлять ли манас сердцем как органом уже не приходится, не приходится, это вот в этом примере мы видим разделение. Ну и часто, чаще всего, манас переводится все-таки словом мысль, я... Пять. Да. Разбежался. Я сейчас постараюсь обобщить, да. Значит, вдохнив нас благою мысль, а также силу действия и силу духа. Причем я хочу отметить, что есть несколько контекстов, где такша и кратуш, что сила действия и силу духа обозначаются в предмете, выступают вместе с манасом, это как бы атрибуты манаса. И, значит, об имбире говорится, что один, два, три, шесть, первый, наделенную мыслью. Кстати, я тут не упомянул, что есть и композиты со словом манас, которые означают манас, ван, тогда наделенную мыслью, и манас, и манас, и ю, значит, имевши вот какую-то мысль. Ну, поскольку это связано с эмоциями, я бы хотел обратить внимание на довольно знаменитый контекст 10-й мангу и 10-го гибна, это диалог Ями и Ямы, где Ями уговаривает Яму любовным с машинью, и вот одно из самых таких, наверное, эмоциональных обозначений любви «Мано манаси айазми» «Пусть твоя мысль покоится в нашей мысли». То есть любовные отношения описываются через вот это слово «манаси». Ну, поскольку, так, немножко, еще вот можно отметить некоторые такие коннотации слова «манаси» в текстах «Ревьеды». Это то, что, скажем, он называется, значит, связан со сном, и сном называется повелителем мысли, в данном случае «манаси». То есть это вот заклинание против думных слов, которое я привожу 10-164, и прочь пошел повелителем мысли, это обращение ко сну, то есть сон повелителем манаса. Ну и мысли ущет теленка, короба вышла на встречу, и вождь сзади правой мыслью коней. Это срок, хотел отметить, что манас в метафорическом переложении может относиться и к живому. то есть такие связи есть. Ну, поскольку я еще хотел поговорить о том контексте, просто некоторые вообще причины для слова манас в риге. Можно сказать, что единого слова для передачи манас просто нет, потому что нет как бы такого понятия, которое соответствует. то есть в других языках просто этого нет, поэтому все переводы контекстуальны, то есть это и мысль, и дух. Причем дух вводит нас немножко в сторону, сама семантика, в сторону, поскольку это связано априори с дыханием. Манас уже в риге связан и с умственной деятельностью, и с эмоциональной сферой. То есть если мы были вискули, ну просто для себя сделать какой-то перевод, это я не настаиваю, чтобы это было в их переводах, но чтобы понять, что это такое. Это или мысль дух или мысль чувства Манас это обобщенное все это. И поскольку надо заканчивать, я бы не успеваю так разобрать примеры, которые приводили к этим размышлениям о Манас. то есть я хочу обратить внимание на эту инфляцию. То есть Мануа Ругана Ати Янти Апа, которое членится исследовательным переводом идут Мануа Ругана Ати Янти Апа. У меня просто я сделаю несколько обобщений и выводов по этому контексту, которые по моим наблюдениям можно рассмотреть и можно просто вернуть прочтение того, которое ведет на подопадках и комментарий Сайма. То есть то, что обозначено Крассом. В этом случае значит во-первых то, что мы отходим от подопадка и Сайма это довольно такой сложный вариант перевода случается, но в Ригведе как бы стараются не отходить от этого, но если надо отходить. Но тем не менее, Сайма дает здесь просто, что вот воды возвеличивают комментарий, я так свободно перевожу этот комментарий, что воды протекают, возвеличивают малость, которая относится к людям. То есть как бы возвеличивают малость людей. И поэтому вот тенение по подопадке это выходит. Ну можно так считать, но если взять грамматический, то есть во-первых, если взять синий комментарий, то тут остается вполне некоторые аспекты. Во-первых, если угодно относить корм ваг в слабые степени, возить, перевозить ваг, то остается непонятным, откуда появляется церебрализация N, которая все-таки дается также во всех комментариях. Если не дается, это другой случай. Но это еще одно допускание, что передача текста неправильная. Ну дальше само слово угана и потребление так же неясное, как уругана. Почему уругана относилась исследователями? Потому что слабые степени огласовки и медиальное предчастие от корня рук должно быть роганом. Ну такое, классическое. Но это индийский язык. И поэтому медиальное причастие, причем надо сказать, что корень рук слабой ступени огласовки встречается в формах користа. Он неприлимливый, поэтому это может быть руга. Я лично не вижу в этом какого-то требования, чтобы делать другое очевидение текста, что приводится в подопад. Поэтому третий такой мотив это во всем гимне если без контекста посмотреть о людях и ману не говорится вообще ману это мифологемы ригведия довольно редко встречается. Поэтому вот думается мне, что если взять и грамматические и контекстуальные мотивы, можно эту все-таки эмундацию отложить и оставить перевод, какой он есть, тем более, что есть контексты, которые я выбрал, обыдет, есть прогрессы, медиальная форма, ты возвращаешь до неба авокасы, непобедимую к военную песню, шлем. То есть возвышать тоже возможно, особенно если это медиальный залог. Руганы это тоже медиальный залог, я бы так, кратко если обобщить, мое предположение было бы, что текут воды возвышаясь духом. То есть они сами возвышаются духом. То есть и сам контекст, который я переводил в этой страфы, что тот, который их притеснял, сейчас лежит у них но, то есть я отсылаю к началу доклада, получается, что сейчас они текут возвышаясь духом, потому что они освоились. Ну, в принципе, извините за такое сумбурное обобщение, потому что привыкся внутри. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНДИСМЕНТЫ Мы 흥елень совсем сходу, и не только следует в зобовремя это это caret есть. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, это проблема, то есть есть пример, да, да, можно приводить, если больше решений, если вопросы, да. Пожалуйста, есть объяснение слова Мамас, Вараняк и Брахман, рассматриваем эти материалы? Не, ну он рассматривается, но я просто сейчас уже не готов вникать. Я просто взял, как вы говорите, синхронно один срез. Я даже от Харла Веду не приводил специально, то есть, если взять все контексты и позы, и текстов, значит, комментариев, и, значит, Брахманов, это уже другой вопрос, поэтому я воздержусь просто. И, честно скажу, я не разбирал вот эти контексты, поэтому я не готов на это. Да, да. Скажите, пожалуйста, почему церковь тогда вышла, что со временем, как мысли, как говорили? Ну, переводится, он мысли, то есть... В переводе мы должны взять какое-то слово, которое близко к этому церковь. А то мы берем, значит, вводим переводы, и это уже как-то живет в наших текстах, как же вариант слова Мамас. Но Мамас – это более объемное понятие, чем те слова, которые мы передаем. Поэтому я переводил, значит, переводы, возможные переводы на русский, потому что они размятся, даже вот если взять отдельные эти слова, для нас это, ну, отдельное понятие. Дух, разум, диск, дух. Это разум. Ну, тогда я диском, будет больше. Оставайтесь седьмой метрами. Поздравляю вас, Богдан. Спасибо большое. Ну, здесь очень небольшая, нечего, нечего, нечего. Нечего, нечего, нечего. Ну, нечего. Ну, это есть презентация, да? Да. Нечего. Спасибо. О, ой, да. Хорошо. Хорошо. Ну, доклад, конечно, следовало будем делать последний день, потому что, ну, не столько, собственно, говорить, сколько этнографических, ноистических и так далее. Ну, там у нас только перегрузы, что просто… Пришли. Да, мне все более приятно снять сегодня на нём конца. Я очень давно здесь нечего быть. Что мне хотелось бы заняться в невылокие пещеры? Охранная точка. Да. И даже давно я занимался сравнительными исследованиями Махабхараги и армянского эрбаса, который у нас известен как Дарит Сосунска. И нашлось так много очень интересных параллелей. Особенно поразил меня такой очень яркий и впечатляющий образ общей двух традиций. Мне не разу уже не хотелось бы соглашаться к эпизоду из первой книги Махабхараги, в котором он однажды братом Дарко попадает от земли Нанка. И там в вещей он видит двух женщин, которые ткут на скампет ткань, переплетаемые белые и черные нити. И, как сказано, они творят те же самые существа и миры. Рядом с ними большое колесо, у которого 360 скидз, 24 парвы на сочинение, 12 стук испанули. Конечно, и крупные два шесть мальчиков. Ну, конечно, это колесо времени и года. А две женщины – это древние индолийские и индоевропейские вообще богини судьбы, которые очень часто тягоцветлены к подземному миру. В армянском области последний из сосудских героев, сын Давида Мугер-младшего, это вообще такой борец со словами в мире, с несправедливостью, но он идёт против воли отца и за это тот его проклинает. Поиск поэму, значит, Мугера и его сыробы и Макарин перестают носить земля. И он уходит в пещеру в Иванской скале. И вот, согласно некоторым вариантам эпоса, в этой пещере, где он герстит, непрестанно вращается колесо судьбы, которое определяет точность всех своих существ. Герст наблюдает про вращение, а когда он остановится, он выйдет из пещеры, либо это выйдет в мир всеобщего счастья и благоденствия, либо выйдет, наоборот, в мир несправедливости и зла, которые он уничтожит. Что касается правеса судьбы в армянском эпосе, мы не знаем, это чисто армянский эпос, и он заимствовал из Ирана. Вообще, в армянском эпосе очень много заимствовало из иранской традиции. И колесо судьбы определяется там упражнением Чархи Палак, что, собственно, это персидское слово означающее колесо небосвода, такую звездную рулетку, которая определяет судьбы Загират и так далее. А здесь почему-то это колесо оказывается под землей, в армянском и нургийском лесу. В иранской традиции найти мне такого мнения удалось. Если найдется, то, скорее всего, это иранская. Конечно, что-то, а если нет, то более глубокий город. Но вот из дальнейшего появилось, что еще есть возможность параллельного развития уиде и в Армении очень древних общих европейских мифологических представлений. Армянское сказание Ангелия интересное еще и тем, что здесь образ колеса временных пещерий соединялся с искусственным мотивом героя и лихтонического существа заточенного в пещере. И здесь имеет смысл внимательно вместись к сюжетам этих вот персонажей заточенных в пещере, потому что они нам помогут понять, почему колесо с любым временем вращается именно под землей, как оно было попало. Этих сюжетов очень много зафиксировано на Кавказах. У тех же армян по именному мифу есть еще Артавал. Это персонаж о более древнем эпосе «Лепосанка». И он дворится. С одной стороны, он добрый персонаж, защитник. С другой стороны, он борется с их демонизированными соседями, с медианами, но они же как бы и вишапы, драконы. А в других, у всех, он отчасти сам и вишапы. Как и в Герон, проклят отцов, по хищам, во время охоты духами каджами, и заточен в пещеру на Арарате. Вот в злой своей эпосе, этот Артаваз пытается разорвать цепи, и выйдет, чтобы уничтожить мир. Но в канун праздника, как определенного мира, в каждую субботу, армянские вкусницы перед уходом домой трижды бьют по Накавае в Модре, и цепи снова становится проще. Параллель этому, возможно, генетическую связку находят в иранской мифологии Дазмей-Ошдахак, и его квази-историческая консформация «Царь Захак». Кого и другого, предъявители помещают в пещеру или в кратер горитый момент, и этот скопанный Захак пытается не вернуть цепи, от чего происходят землетрясения. Ну, или вкусницы тоже бьют, молот, и не порыковали. Грузинский герой Амирами заточен в пещеру и привязан к столбу за то, что вступил в борьбу с Богом. Раз в север, пещера приоткрывается, и люди могут его увидеть. Собака ближе к цепи этого Амирания прикованного, но с расточки вверх или перед Рождеством. Кузнецы его враги, в которых он попытался истребить, бьют по накованию, и цепь утолщается. Ну, есть вариант из восточных областей Грузии, где он расшатывает столб, на котором он прикован, и когда уже готов его вытащить, прилетает Трисадумская, садится в вершину с бомба, а рядом с ним бьет молот. Он берет этот молот и бьет по этой Трисаковске, но она улетает, а столб углубляется в землю, и перебляется снова в скале. Ну, точно так тоже. Тут рассказывают об Абхазе, тоже их абхазского героя богоборца, он их скрила. Там тоже собака и кошка лежат в его цели, и когда они встречаются, вот здесь не кузнецы вмешаются, а сторожащие его старуху, Капуния, который просто говорил цели, вот, как прежде. Ну, есть еще много других кавказских сказаний, такого рода, и везде, в общем, одно и то, что там не кузнецы, либо эта птичка. Другой регион, где можно найти подобные сюжеты, это Балканы. Здесь, например, есть образ Севского Марк Кравевич, заточенный пещер. И он во многих деталях, странным образом совпадает с образом армянского мира. Но Марк – это одна историческая фигура, и персонаж с собой положительный. Поэтому никто не старается пещеру держать, и в течение какого-то времени выйдет сам. Но важно отметить, что иногда, по определенным праздником, он из пещеры выходит. Так же, как и Герк. Герк, кстати, я еще не сказал, регулярно уезжает на своем коне праздник Рос, это преображение, и на Вознесении. Проверяем, будут привезти его земля. О, блядь,charяем. В Абхазском фольклоре, в Болганском фольклоре, к скале огромной целью прикован в шоке. Вот в лошадце в следующие годы и в Великой Субботе она уже совсем тонкая. Но вот прославленное воскресенье является Христос и приковывает дьявол в новой целью. Еще один регион в Центральной Европе, Германии, Баварии, Кузнецы удаляли три раза в наковальни в кону Дня Святого Иракова, потому что к этому дню прикованный к скале черт уже почти переберял свою цель. И Кузнецы, в теории, Кузнецы делали то же самое в конуне праздников, чтобы укрепить цепь Люцифера, который иначе может укрепиться и разрушить мир. Сохранился в Германии дохристианский вариант тех же представлений. В некоторых местах Кузнецы совершали свои дневные удары для того, чтобы не укрепился чудовищный волк, сидящий на тройной железной земли за 9-ю железную землю. Это, конечно, не в той иной, как известный скандинавский германий волк Хенрин, которому удастся все-таки вырваться на уровень в конце дневной германии волков. Еще есть волки, которого засмеют бал, бальдеры приковали в пещере, где над ним висит ядовик змея, яд которого капает вниз. И он уже на волке держит над ним таз, но когда он переполняется, она отходит, чтобы вылезть этот яд. И яд змея падает на волки, причиняя ему страшные мучения, от чего он корчится и происходит зимой трясение. А потом таз опять начинает наполняться. Еще есть родственная категория сюжетов о спящих в пещере королях. Это Игорь Барболос, это король Великий, Генрих Теслов, потом Великий, Холдин Борчанин, король Валфург. Их много в Европе разных королей и героев, которые так спят в этой пещере в ожидании времени, когда нужно будет выйти, чтобы спасти свою страну и их саму и тебе величие. Их никто, конечно, не удерживает в пещере, и здесь нет той периодичности, из которой цели и узнеков тамчаются, а потом становятся в прошлый день опять. Но есть периодичность иного рода. Раз в сто лет, там Великий или Филиппе Барбаросса, устает и пастуха, лутая трещина и двугорой мороны. Когда они перестанут летать, когда борода императора, посидящего за круглым брамотным столом, три раза прорвется вокруг этого стола, король едет из ущеры и примет участие в последней битве с добросословом. И так во всех этих случаях везде регулярно к королю под корой проникает пастух или ангел, и король его спрашивает, что на земле творится, и не прави ему идти в мир. Ну вот зачем я эти все примеры привел? Чтобы показать. В любом из сюжетов о заточенном в пещере время мусеника не течет линейно, а разгадается над зимой. Каждый год в субботе окончается цель, но в таком празднике все возвращаются на кружок. С абсолютной регулярностью в тошной день на рано открывается. Герой ходит к нему на мир, и к нему проникает пастух. Время в пещере как бы накручивает круг за кругом. Мы можем это назвать вечным возвращением, а можем так и урожено выразиться. Колесо времени украшается в пещере. Мне кажется, можно предположить, что когда реально колесо судьбы и времени появляется в пещере в Армянском и Линдийском иллосе, это может быть результат параллельной рационализации, связанных с пещерой очень евроичных представлений. Ну, а теперь все, что пришел здесь Махабхара. Дело в том, что люди занимались вот этими сюжетами, но никогда не перенехался на эти материалы. А в Махабхарате есть, я вот сам честно говоря, я даже не думал об этом, но там есть несколько прекрасных, знакомых всем сюжетов, которые именно с этим связаны. Во-первых, это история Парашурама. Вы знаете, из таких шагов, он удалился навсегда на гору Махендра. И в текстах нет слова «пещеры», но, собственно, где еще на дыре может видать аскет, подвижник. И Армянского Парашу там никто не видит. Но каждый месяц, на 8-14 дней, он выходит, и оказывается, собирающийся заранее полонникам и другие подвижникам. К сотни лет спустя, после времени его подвигов, панды, во время своего подвига существовало вокруг Индии, приходят к Махендре, как раз к тому 14-го дня и на утро с ним встречаются, если дальше имеют даже беседу. Регулярность его появления на горе, вот надо отметить в этом контексте. Другой пример из первых книг Махендхарты. Однажды Индра видела в Шиле, где малая в Шиле, в которой в облике прекрасного юноши играет в кости с парольцей. Обращаясь к этому юноше, которого он не узнал, Индра хвастливо называет себя царем богов и владыкой всего мира, потому Шила сначала его прорисует, а потом сдвигается несколько горлов, и под ней оказывается пещера, пещера, в которой содержат четверо прежних книг, то есть цари богов в предшествующие периоды, и все они наказаны за то, что их горды. Шила едет к нынешнему Индре, присоединится к ним, и они все пятеро будут донються к пещере до тех пор, пока не годятся на земле в облике пятерых подвигов. И совершив три подвиги, они потом смогут вернуться в небесный мир. Но вот отметим, что в пещеру один за другим попадают прониклиния петельского пещера двух за двух в мировых периодах, а также еще отметим, что Шила, в общем-то, представлена здесь как в облике времени, поскольку игра в хвосте и связана с круглогодутым временем года и временем в салоне. На конец комбинации Ирма Хабхарати, есть серия бесед Индры, или шахты, со временем нынешнего Индры, с побежденным прежним Индрой, а своей Багой. Индрой пришел, чтобы унизить Баги, который находится в пещере где-то, пребывает там скованный, но на все издевки Индры Баги остается невозмутимым, и обращается к Индре с проповедью Галавалы, с проповедью Всевелия времени, которые своими циклами, своими круговыми оборотами, своими парьями предупределяются в мире. Баги говорит о тысячах Индр, которые предшествовали нынешнему Индре-шахре, и о том, что он неизбежно утратит свою власть с новым временем. Таким образом, истинный материал подтверждает, как только приедается образ пещеры, он лечет за собой ассоциации с какими-то временными циклами, с тем, что индийцы называли Калаварьяли, то есть оборотами времени. Чем это объяснить, я не знаю, но можно сделать только одно очень безусловное предположение, что здесь сохраняются какие-то представления и ассоциации, на самом, можно сказать, в детстве человечества. То есть открылими древнейших естественных там святилищ, какими были пещеры верхнего палеонита. Я все время был поражен, когда увидел большой айбол палеонитического искусства в пещере Шуре, которая открыта была в 95-м году. Это огромная подседня галерея длиной около полу километра. И в самом дальнем, в последнем зале, я не могу вам этого показать, большая процессия животных, и кони, носороги движется по правой стороне к темной щи, в которой, собственно, сходятся в этом последнем зале стенки. И интересно, что в некоторых местах навстречу появляется животное, которое как бы навстречу выходит, но оно при этом показано не полностью его тело, а только передняя его часть. как бы этот зверь выходит из скалы, рождается из скалы. То есть, этот зверь как бы изображен на нем своего рождения в тематике пещеры. Скорее всего, уже, когда существовало представление о том, что люди и животные вышли из утром из земли, из пещеры, и должны, как и звери, вернуться обратно к игровых рождений. Это, кстати говоря, это представление распространено у народов с такой архаической культурой очень широко, и, в сих пор, в этом можно убедиться, посмотрев аналитические патологии и черепестки. То есть, это рождение и возвращение в эту другую пещеру складывалось в бесконечные циклы. До побратостей, возможно, еще и то, что пещеры и палеолитин, и много-много позже, служили сценами на разных обрядах перехода, тем самым, накладывалось еще, накладывалось еще и круговорот возрастных классов. Вот об этом может быть хранят и круглую память всех исчезновных сюжетов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Я всегда уверен в вашей мысли, сделаю с вашей ассоциацией, но мне не всем понятно, что в связи с вашим выводом, это сегодня в пещере, заключается, что заточённость, заточение в пещере – это жизнь, а выход на свет – это смысл? Ну, не знаю. Можно ли так сказать? Да, пожалуйста. То есть изначально… Если это связано… …воспределение человечества воспринимало своё существование как заточение, пребывающее по крайней мере, по крайней мере. Нет, всё-таки это, если пещера, это дрова, из которой они выходят, но это просто время не до куда они возвращаются. И, собственно говоря, в Погривении тоже совершаются, в Погривении ещё совершаются в Погривении пещерок. Не в тех, где плацовского искусства наскальных пещерках, в тех пещерах, где жмём, только дальше. Но предполагается, что жизнь в Погривении, где она происходит – в пещере или в ней в пещере? Не знаю, с этим. Не знаю. Не знаю, что это трудно сейчас так сказать, как не примерить отношения человека. Я не знаю, в пещере. Здесь идёт просто расчистная, а человеческая. Я не затрону, я не знаю, очень важный момент, это, собственно говоря, может быть, это самое интересное всего. в том, что такого родного представления, вообще в индийской традиции, из этих архаических представлений, вырастали потом всякие философские концерты. И в частности, вот это колесо времени в пещере, оно потом оказывается в пещере сердца. В Махакарате есть 12 книг, по-моему, есть вот это место, где сказано, что колесо времени вращается в пещеру. Ну да, говорят, в пещере сердца. Ну, бухаю. И также говорится о том, что там огонь Атмена, огонь разгорается в пещере сердца. И многое еще в пещере сердца происходит. Это вообще отдельная тема, очень много в пещере. Ещё раз говорю, хорошо, спасибо. А стал факт или инфекции? Да, это всё, что такое было? Нет, ну, блин, 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 блин. Это всё одно, как-то кончается. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Там есть несколько сюжетов. Там есть ещё беседы о гендерах и с намучениях, которые тоже в такой же ситуации. А с Бали, по-моему, даже два варианта. Можно ещё раз проточнить? Во-первых, есть ещё на Скульском Идале. Считается, что древний славянский идол. Там есть сюжет. То есть там на веку изображены боги, в середине люди. А на нижнем уровне там находится такой, как его называют, атлант. Но он, наоборот, держит под собой землю. То есть он вот так вот сидит, держит под собой землю. Соответственно, им находится срединный мир. То есть это вот ещё один пример вот этого соточённого века. Но и то, что я хотел добавить по поводу колеса времени. Возможно, этот образ возник из того, что судьбу, как её предупреждает богиня Пиахи, и, возможно, вот это вот претение именно образ какого-то колеса вращения с одного веку. Безусловно. Вообще веретено как раз является таким символом. У меня была тоже такая догадка, что, возможно, это колесо времени в пещере, это просто такой, ну, увеличенный образ у меня лейтенанта. Потому что колеса прям-то принялись довольно поздно. Если нет большего вопроса, давайте перейдем к дальнейшему. Так. Виктория Юрьевна Крюкова с докладом А, препод instruments уважаем. А, преподноско не имеем? Продолжение следует... 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 И вторая часть, совсем небольшая, «Мы были камнями, ты сделала сваду». Также случилось довольно странно в контексте свадебного ритуала и как будто бы совсем не сочетается с теми срочками, которые упомянуты выше. Но, на мой взгляд, здесь мы как раз можем говорить о воспоминании о тех обрядах, о тех мифологических образах, которые отсылают нас вот эти самые вещей и мифу Вала или Вара в разных традициях. В разных традициях Вара фактически уже не имеет никакой связи с освобождением куд, хотя слуга Вара, оно в существенно то же самое, что и слуга Вала, и связано с неким укрытием, с вот этой самой пещерой. Но, тем не менее, в фрагарде Алексейского ведердата, который описывает в основном этот миф вар, говорится и о виду, который содержится в вае. Вар у нас крепость. Для индийской традиции же это камень и, соответственно, вода, которая освобождается. Ну, я думаю, что у флагелла это гораздо больше и, может быть, является более общим, потому что и исключение воды из камня возможно имеет также отношение к этому сюжету. Таким образом, в первой части говорится о изжаривании гостей, как у них сами, возможно, жертвы в том числе, а во второй о вот этом открытии воды, которая была раньше камнем. И, опять-таки, в качестве камней и воды выступают пришедшими на свадебное длижество гостей. Практически такой же отрывок был записан в деселькомом в Изгулеме, где говорят на изгулемском языке, также относим иногда к журналу в Изгулемске, иногда к журналу в Изгулемске, то есть это тоже восточный иранский язык и говорят на нем до сих пор, опять-таки, на фамилии, иначе при фамилии. Вы видите, что текст практически такой же, и снова на датчикском языке. Место расселения луфцев и изгулемцев, в общем-то, не стоило длину и территориально, но горные и долины сильно разделяют население, и часто языки эти долины взаимопнимают, и датчикские являются языком общего общения. Это наш шаг, это наш пудешаг, добро пожаловать в друг, это наш мусор. Будь здоров, пудешаг, пудешаг является какой-то срок, совершенно не понятно, третий месяц. Нас мы иссушим, в жарком огне изжарим вас. В жарком огне мясо никогда не изжарится, упоминается, да, тоже предельное действие, как в первом отрывке. И снова мы были камнем и превратили нас в воду. Следующий отрывок относится уже к евноусскому языку, и с этими сюжетами не связан напрямую, может быть, весьма отдаленным. Евноусский язык также является восточно-иранским, он распространен в нынешней сардийской области, и, в принципе, это то, что осталось от сардийского языка, не превратившись в таджийский. И этот текст уже записан на самом лимбомском. Он совсем другой. Ну, несмотря на то, что Ромас приводит его как стихотворное произведение, в принципе, я не нахожусь никакого размера, и можно его считать, наверное, экзоциальным. На горе шел гар, ну, гар, так же, как в русском языке, значит, гора, шел гар, высокая гора. Есть изображение теленка. Его хозяин восприкнул. Пусть сойдется гора за гору. Теленыш как раз поднялся из своей внутри горы. Если человек туда пойдет, то того, имеется в виду, теленка, а не этого человека, то именно теленка, видно внутри горы. Горо очень долго называется шел гар, на верху, в местности, гранца. Здесь, на мой взгляд, можно говорить о том же, о чем говорилось во второй части предыдущих стишков. То есть, конечно, это какие-то крохи, какие-то совершенно невероятные остатки, но, на мой взгляд, их можно связать, опять-таки, с мифом Вау. Поскольку здесь речь идет о горе и о теленке, о гору, которая находится внутри горы. И если человек подходит к этой горе, то он видит по-прежнему заточенного удаляя теленка, то есть теленка, которая до сих пор находится там, в этой горе. Если человек туда подойдет, то такой вот имеется, то есть теленка, видно внутри горы. Вот эти совсем небольшие свидетельства, которые обычно не выделяются из общей массы восточного фольклора, как содержащие некую древнейшую информацию, мне кажется, можно привлекать для установления связи между индийскими и иранскими племенами. Тем более, что аэр-поэстер и древний материал являются достаточно скобным, и фактически ничего такого политически определенного нам не сообщено. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . Спасибо. . . . . Спасибо. 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 . . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. 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 . . Но интересно, что само слово Нила, судя по всему, здесь есть. Потому что если перевести на санскрит то определение чаши, которая дается в китайском тексте, то судя по всему там может быть сказано Нила Шайла Маяни Патрами, то есть чаши, которые сделаны из камня Нила. Потому что этот хирургий, то есть как раз санскрит, но вероятно это может быть не синенькая, а темная. Таким образом цвет как бы присутствует и здесь, только это цвет чаши, а не цвет каких-то богов. Кроме того, здесь рассказ более логичен, потому что нет вот этого возврата в прошлое, когда мы говорим, что когда-то там эти годы Нила Каи и так далее. А, собственно, боги получают чаши тогда же, когда бог хочет получить подношение. И, соответственно, здесь они не пытаются эти чаши есть, а сразу воорочина им говорит, что значит нужно скометировать. Зато здесь появляется некоторая загадочная гора Пуана, из которой все эти чаши происходят. Причем есть и в валийской версии понятно четыре чаши, потому что четыре бога сторон света их приносят. То есть здесь, когда все чаши возникают из одного места, из одной горы, уже непонятно, зачем нужны эти четыре бога сторон света. То есть эти чаши со сторонами света, и они не связаны, а возникает это с изгаркой. Дальше, чтобы просветить этот сюжет в каких-то уже более старых изгодах, надо посмотреть тексты, уже не связанные, ну, не относящиеся к логике листам. И здесь у нас есть два, в самом случае неизвестные еще два текста, которые в чаше тоже возникают из горы. Один – это с утра облаком появления Исаевича, которая переведена джекциям в начале третьего века. В начале третьего века она не введена на китайский язык, но это текст очень архаичный во многих чертах и во многом английском говорите. Вот здесь этот наш эпизод выглядит следующим образом. Тогда четыре царя подуши. Издалека понятно, что Будда будет использовать чашу. На менее достаточное, чтобы человек согнул и разогнул руку, все явились на гору Айна. Тут гора будет конспирирована по-другому, как какая-то Айна. Стоило им только подумать об этом, как изнутри камня сами собой появились четыре чаши. Вот у Анны чистые и без изъятных. Каждый из четырех вагонов взял по одной чаше и они вернулись, чтобы нести иметь. То есть здесь уже нет никакого воорочины, а просто четыре чаши возникают из некой загадочной горы. И кроме того, у нас есть один санскринский текст, в котором тоже чаши возникают из горы. Это Санкт-Пхеда-Васта, текст традиции более сопротивателя. Вот здесь этот текст данный на санскринке и переводят. И вот четыре великих правителя, узнав, что у Кагавана появилась потребность чаши, взяв Айна, из метной каменной горы, четыре каменные чаши, не созданные человеком, не изготовленные человеком, светлые, чистые, несравненно ароматные, явились к Кагавану. Значит, здесь гора описана следующим образом. Во-первых, это Аньятама-Смат. Ну, Аньятама – это один из многих, из метной. И во-вторых, это Пашина-Паамита. Ну, то есть каменная гора. Не исключено, кстати, что китайская кона может быть трансферицией для Пашина. Во всяком случае, там можно предположить каменная гора. Ну, вообще, понятно, зачем каменная, потому что в Индии обычно гора соценируется с лесом. Гора есть почти синоним. Горы венькие, лес венькие. А здесь это именно скала, так сказать. Но название горы здесь нет. Таким образом вот выглядят эти сюжеты. Дальше, если еще более углубляться в варианты сюжета, еще более архаичные, то есть здесь интересен текст Ринаи Махишаса. Тоже сохраненный в китайском переводе. Выглядит так. Значит, прочитаемый мир. То есть Будда, потом все Будды прошлого, принимали удаление с помощью Патры. Также будут поставить, ну, в общем, будущие Будды. И вот дальше. Четыре небесных правителя узнали мысли Будды. Каждый из них взял возникшую сама собой чистую каменную Патру и преподнес почитаемому в мире. То есть тут уж нет никакой правли. Но зато есть вот сочетание двух знаков, которые обычно передадут санскритское звание Пу. Самого самосущего. То есть эти чаши возникли сами собой. Просто сами возникли. И, наконец, если взять уже другие тексты, еще более ранний, видимо, вариант, Винаи. Это вот Винаи Хармагуртыков. Где просто четыре Бога приносят каждый свою каменную чашу. И, соответственно, такой же вариант и в Валийском Винаи. Тогда четыре великих правителя, умом воняв в уме мысли в уме Хагавана, с четырех сторон света принесли четыре каменные чаши, сказав господин, пусть Хагаван в это время и так далее. Хагаван в это время и так далее. То есть это вот самый простой вариант Винаи, который есть в Винаи. Похоже, кстати, на Махаваску, который тоже Винаи и так далее. Вот это, собственно говоря, материал. Дальше уже остается только догадки и предположения. Строить о том, что здесь происходит. Ну, ясно, что чаша – это, во-первых, важный очень символический предмет. И, кроме того, чаша Будды – объект для поклонения. Интересно, что в Валийской Винаи, в разделе Чулеванга, там, в пятой части, там есть описание, какого вообще может быть монашеская чаша. Там обсуждаются запреты на какие-то материалы и так далее. Но каменные чаши даже не обсуждаются. Поскольку каменные чаши вообще-то не могут быть. Поскольку кто же сможет таскать с собой, она довольно большая. Чаша сделана из камня. То есть в данном случае чаша из камня – это как бы уже сразу объект поклонения. А, в общем-то, не реальная чаша. И, собственно, все эти сюжеты, они как бы направлены на идею такой вот сакранизации чаши. И у нас есть, можно сказать, три варианта сюжета. Первое, что вот то, что в Валийской Винаи просто буги сторон света приносят и дают чаши. Особенно иногда там вариант, сначала драгоценный и потом тайный. Здесь главные действующие лица – это буги. Чаши божественные. Они связаны со сторонами света и так и символически дают вот чаши, такой всесветский, всеобъемлющий и всемирный карантин. Второй вариант, что чаши появляются из горы. Теперь уже, собственно говоря, буги только выполняют доставку, службы доставки. А реально чаши возникают сами. Вариант этого сюжета, который представлен, в частности, вот в раннем ланитеристере, когда буги действуют по совету воевающих. Но чаши самосущие при этом. Они возникают сами, никто не создает. Это уже новый сюжет, и в нем буги сторон света, видимо, сохраняются только в память, так сказать. Дальше появляется, значит, так, в истории, что чаши из горы. И, наконец, уже позднее ланитеристера, когда чаши не из горы, они приносят некоторые буги Нила Кай. Ну, возвращаясь к этим, собственно, богатств, которых я начал, здесь надо вспомнить, собственно, видимо, о поводу Вайровщины. Ну, об этом персонаже, понятно, долго можно говорить на это время. Нет, этот персонаж в буддизме хорошо известный, но это персонаж, в общем-то, в основном татрического буддизма. Из Маханянской Вайкурии Сутра он играет значительную роль только в двух, насколько я знаю, в Индаминхе, который близкий к тантре, и еще, собственно, в двух, и сама же тантре, которую она считает первым тантрическим текстом. Но нигде из этих текстов он не называется Дева, он не называется Дева Кутра. Он называется Татхагатом. Потому что там уже есть представление о множественности Татхагат, и, соответственно, он является таким как бы центральным Татхагатом. Татхагата это связано с идеей Хармакаи и так далее. Что касается синего цвета, интересно, что, опять же, в тантрических текстах, когда появляется идея вот этой панча Кула, деления Татхагат на пять таких друг, то Вайрошин, он возглавляет Татхагат и Кулу. И все эти Кулы, каждая из них связана с какой-то скамфой, с каким-то элементом Махапута, и каждая связана с каким-то цветом. Так вот, цвет вот этой Татхагата Кулы, возглавляемой Вайрошиной, это как раз мина. То есть можно предположить, что был какой-то сюжет, уже сюжет, скорее всего, в каких-то текстах близких к текстам Вайрошина, в которой Вайрошина вместе со своей вот этой Татхагат Кулой как-то участвовал в поднесении двух чашек. Но поскольку у Ланиты Истера текст не обожаемый, то, видимо, они этот сюжет заимствовали, но статус Вайрошины понизили, сделав из них уже не Татхагат, а просто богов. И, то есть, сюжет мог изначально заключаться в том, что Будда получает, как бы, чашу, которая состоит из чаш других Татхагатов, других Будд. А они-то сделали чашей вот этих загадочных богов синего цвета. Ну, вот это всё, что я вам по этому поводу сказать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Спасибо. Присоединяйте. Спасибо за доклад. Мы будем задать вопрос. Какой символизм обладает синий цвет и глава индийской религиозной традиции? И будет сейчас? Да. Вот это вопрос слишком, боюсь, глобальный. Я так на него не отвечу. Тут тем более, что, понимаете, слово «нила», которое я объявил вот так, синий, оно на самом деле может означать действительно лицовый и чёрный. Если посмотреть, например, слова «ямары», которые, да, именно это слова «синонимы», и он, в частности, там, насколько я помню, в «Мана Канди» или «Кандюма», там даются синонимы для цветов. И из него видно, что он не различает чёрного и синего. То есть все слова, которые мы прочитали, там, «пришна», «кала», «нила», они всегда лечатся как символы. То есть получается, что санский чёрного и синего цветов вообще не различает. И насчёт специального символизма этого цвета это я так не помню. Ну, я думаю, в культурских монастырях иногда люди могут увидеть оставшиеся такие огромные, изобретаются самые чашки. Чашки, конечно, нет, вообще такого не бывает. Я просто подумал, что лицей полно китайская, это, можно сказать, это, может быть, ну, название «каревлота». Ага. Это, может быть, «какашина», это, может быть, «каканьятова». Да. Ну, может быть, да. Тут сложность в том, что, как вы понимаете, «Кон А» — это современное произношение. Это надо смотреть, как оно произносилось в 4-5 веке. А когда я попробовал сам посмотреть, у меня получилось что-то не похожее на «пашину». Поэтому это надо уже китайской профессионально спрашивать по поводу этих конспенций и самспенций. Я расскажу, что слушаю. Ага. 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 Изучение соотношений между изобразительными и текстовыми нарративами культизма связано с самым ясно-братным пропуском. И одно из таких предметов на пути исследователя – неполнота материала. Больше всего, конечно, относится материал текстов, поскольку та текстовая традиция, которая была поистине обеянной в период расцвета буддизма в Индии, дошла до нашего индийского момента. Уже по тем планетической словесности, о которой есть в нашем распоряжении, можно наблюдать разнообразие версий буддийского предания. Такую же городимость предполагают изобразительные источники в буддийском повествовании кампы, сохраняющиеся в коллекциях различных многих мирах. Однако, далеко не всегда их можно сопоставить, эти не текстовые рассказы с текстовыми, поскольку последние могут быть просто утрачены. В этой связи большие значения имеют переводные памятники, которые сохранились в китайском буддийском каноне и в тибетских вариантах, и дают нам возможность хотя бы частично восполнить пробелы в наших знаниях литературе индийского кудизма. Также и проблемы интерпретации муддийских изображений в каких-то случаях могут быть преодолены с помощью увеличения сюжета, содержащихся в переводных версиях. А комплекс изображений на обороте большой ступы Санчи отличается удивительной полнотой, относится к тому периоду развития буддийского искусства, первый век наше, когда приехали композиции, приобретая в качественную мунистовательность. Наибольшей степени это проявляется в изображениях архитрамов, которые, благодаря выясненности по горизонтали, позволяют построить развороты композиции. Эта возможность реализуется разнованно. Достаточно часто мы видим варианты, в котором главный событий сженетом занимается правильным положением и действие разворачивается в двух встречных направлениях. А так, на этом среднем внешнем ахитраме заводных ворот, в центре композиции помещено колесо дхармы, указывающие на события верных родных, а движение слушателей и почитателей направлено с двух сторон на следующий друг к другу. Другой вариант демонстрирует средний внутренний ахитрам тех же ворот. Главный объект, которому направлено движение, город сдвинут в самый конец полосы, а движущийся поток людей и животных обращен на эту левую сторону, достигая городских ворот. Рельеф, на котором мы сосредоточили свое внимание, это средняя хитра внутренней стороны восточных ворот, также построен на движение через всю полосу. Городские вороты таким же образом сдвинуты в лево, однако движение последних не идет, а не прочее, затем, как бы оттолкнувшись от противоположного конца, поворачиваться в обратном направлении. Здесь разворачиваются события опьяния шкрана, и, как бы уход за царевичей святхатии, покинувшую вороту и, как бы оттоловать, чтобы стать подвижником, отправиться в ось, который приведет ток к осветлению. Он уплыл по кругу ночи, при нем присутствует ведомость удачи ханата и конь-каната. Первый момент ухода перед нога – проход коня через ворота. Фигура коня дна только частично, над его спиной поднят зон, что означает присутствие усадника царевича, который в этот период не мог изображаться в виде человека, и на его участие в действии указывают только условные, такие условные знаки. Около коня божества, которые поддерживают его за нами, сейчас я только здесь, чтобы звук копыль не забудил от этого дворца. Дальнейшее подвижение коня с видимым садиком и видом через повторы. Мы видим, как будто остановленные карты еще четырежды, кроме последнего раза, где же четыре фигуры божества расположены под коней. Благодаря такому приему изображения продолжающихся событий через повторы, решается каждая художественная задача – достигается многофигурность, характерная для других архитралов больших суток. Повторяющиеся спутники коня образуют ленту, заповзанную фигурами и идущую снизу архитралу. А присутствие повторяющихся сонного пожествия, я вам это написала, дает такой же ленту, протянувшую фигуру. Среднее линия, благодаря повторам фигуры коня, больше всего привлекает взгляд и создает впечатление прохода слева направо, до тех пор, пока не происходит революционное событие. Оно обозначено двумя спутнями. Имеется в виду, что Пухисарцев сошел с коня и стал на землю. Теперь он отправится дальше, как и за пределы видимости. Людны знали царство институционов и опахалов над следами. Лишь один раз понял, где он береженцы в обратном направлении. Так передано возвращение коня, причем над ним уже нет резонтания, а опахалов его больше не поддерживают в экзамене. Фигура коня в зоне. Интерпретация этого изображения, как прилетающего сюжета Кинджа Ремена, дана уже первых описаний в больших суток. Публикации «Кмарш» и «Козуше». В позднейшем работах понимание несоправительного нарратива сприводится с очень небольшими реакциями. Так персонаж «Несущий зонт» может рассматривать как чантно. Хотя в этом случае не совсем ясно, кем является персонаж сапахалов. «Несущий зонт» и «Несущий опахал» присутствуют при коне вдвоем, чтобы противоречить всем местным рассказам, хотя соответствуют другим подобным изображениям. Можно заметить, что ведет коня в обратном направлении изображения города и происходящих в нем событий. Спящие люди помещены в пространство ниже города, в самом низоре травы. Они еще обозначают существенную ситуацию в боге в Сибири всех обитателей царского дворца. Однако, поднял взгляд выше, мы видим, что из городских рук от смуток даже в родные лица и в одном окне видна пара зараспределена. Здесь нет ни соответствия, поскольку эта картина не предполагает одновременности действия, как это можно видеть на старых частях хорьера. Бурная жизнь во дворце, по виду, относится к предыдущим событиям в жизни царевича. Кроме того, изображение города пополнялось по определенному шаблону, который не мог быть изменен. Множественные окна требовали множественности вглядывающих лиц, и такую картину можно встретить не только на многочисленных худейских рельефах, но и в худейской литературе. Такой шаблон кушей в сцене проедет от царевича по улице, мимо дворцовых стен, главным манимальным деревном женских лицах, которые видны во всех окнах. Эти эпизоды четырех стриж подключаются. Здесь на архитрае в окнах, видимо, женские и мужские лица. Однако, как тут представляется, наиболее интересное место на этом релизе – это дерево. Оно выглядит как совершенно неожиданный элемент, причем находящийся в самой середине композиции. В некоторых работах, включающих описание этого изображения, оно поднимается в дерево-воде. По видимости, исходя из того представления, что такое изображение дерева в окнах типичен для дерева посредине. Можно привести в качестве примера такое дерево из Харкута. Однако, еще в самом начале Смеха Несанча и маршалу Фуше обращают внимание на то, что свои панографии – это именно дерево жанр, обычно ассоциированные с сюжетом первой детации. Во всяком случае, присутствие дерева в этом сюжете вызывает металумение. В главной компликации материалов из Санча, маршалу и Фуше, высказывается предположение, что дерево здесь помещено в цельном украшении. В работе Фуше, посвященной ранее художественному искусству, это металумение приводится в область службе. Его идея сводится в том, что художник смог остроумно скомбинировать события, пришедшие в начале человеческого устремления к уходу подвиженства. Первая лимитация – дерево жанр. И события, которые из этого своего устремления вывезли, к уходу в дом. Более того, продолжая тему, Санча рассказывает даже такое предположение, правда неуверенное. Если здесь могут быть скомбинированы два события, то нет для соединения с другими эпизодами. Они примерно обозначают эти четырехкратные повторения образа коня четыре встречи. Это последнее предположение совсем не убедительно, поскольку именно такая передача деревохода коня от начала пути городских ворот до сцены вращения выглядит очень цельно и производит сильное впечатление. Кроме того, есть и картинка «Возвращение колебности с Чхангукой», в которой все в полный мешок. Царевич он был в своем украшении на дикоценности. Однако ценность сюжета, передаваемая на Адельте, предполагает не включенность в этот ценность образа дерева, именно дерево Жанг, именно в этом изобразительном народе. Его присутствие действительно вызывает предумение, если мы обращаемся к индийской литературе. В суток болезненного коммуна, по виду, отражающих наиболее оттаящую традицию, можно найти лишь самые краткие сообщения об уходе царевичей Дону. Это ария Кресна Сутра, Маха Прагана Сутра, где из опыта ухода обозначена вольная фраза. Здесь нет непредыдущих сцен, нет передвижений. Интересно то, что оно не предполагается, поскольку, судя по тексту арии Кресны, срезание волос и перемена одежды происходит все еще во дворце, поскольку говорится, что родственники при этом плачут. По лестницам тельских металлокархи, картинки становятся развернуты во времени и пространстве. Именно здесь уже употребляется во больших странах. Царевич движется, сопровождаемыми качественными дожествами, с неба сыплется цветы и так далее. Если я напомню кратко, что ессанские цель памятника, то главный вариант присутствует Махаваска в лалит-листере. У Аш-Ар-Курш. В Махаваску две версии. Одна аналогична по лестке, а другая более развернута. То есть, вот Кисар ведет путь на коне, его сопровождает Шандыка и так далее. В конце вращения. В украшенном тесте у лалит-листера мы видим воров, который спускается с небес, занимает позиции при четырех воротах города, царевич садится на коня, течется в земли. Шаг на нем мало, останавливается, отдаёт шканку коня и украшение, и затем связает волосы, получает ману с продюсом. Не в дворце Росу. Ранний вариант лалит-листера, нашедший до нас в переводе в фаху, даёт целом так же картину. У лалит-листера нет выездных ворот, в поэме Аш-Ар-Коши, эта картина присутствует, напоминает риан Кидан-Кархи, вместе с духом, на который помогает ему спалить шум. Всё остальное присутствует в полном наборе. Однако, в одном из полейских пересланских версий, в «Безонье путешествия царевича», «Творот-горовых», вместо прощения с коней и чранами, нет такого момента, который связан с детьми. Однако, таковой присутствует в раннем переворонном китайском тексте, посвящённом биографии Будды, «Сутре обладания имени царевича», переведённом в III веке. Соответствующий фрагмент «Сутре» были таким образом, я его здесь уже цитировала, но здесь надо сравнивать с изображением. «Когда он уступил на середину ночи, он рыбил богов ваше место, даже в руки на нём пытались уходить. Он тотчас позвал больницу, поделился на рыбе коня, в этом полотенце, сел верхом. Проект в нерешительстве по дворному подгону, если от этого дворного, то больше у нас. Царь богов послал луков, которые стали поддерживать ноги коня, так же понесли его рукав возник. Он выехал от дворца и направился к царскому полю, в подножию дерева джану. Наутро в дворце все только машились, не понимая их царевича. Тысячи колесниц, десять тысяч коней, владимиру стрелили с богом. Царь же, направившись в полю, недалеко увидел царевича, который сидел под деревом. Солнце жарко пыло, дерево заклонило ветви, чтобы тенью накрытило тело. Царь был испуганным, поняв, что он святой. Не осознавая, что денег, он сошел с коней, поклонился. Царевич точно стал перед ним, почти не сказал, хотя и поиск, но намерен покинуть страну, и сейчас как раз должное время для этого. Я не отступлюсь от этого замысла. Тем временем, царевич, захвативший за лет дерево, стал смотреть на пахту. Дальше идет сцена с изырцами пахты. Он тотчас поднялся, сел на коня, вместе с Эрисовичем под светом двести. Дальше идет сцена встречи с охотниками в беременной одежде. Перед тем, как отправиться в Талин, сошел с коня, поверил Эрисовичем вернуться домой. Талисничий встал на колени, что мы видим, на реле, и сказал, я не могу вернуться к царю. Царевич сказал, ты должен отправиться в обратный путь, с почтением, передать изъяснение великому царю. Снял дорогу шапку в нижнее платье, передал все Талисничам, тогда белый поле упал на колени, целые его ноги, проливая слезы, похожие на жемчужины. Колесничий в глубоком горе пошел по дороге, громко рыдал, и оглядываясь на царевича, который уже отразил себя. В этом темпе эпизод первой медитации царевича занимает непривычное место. Он оказывается включенным в события в химишкрана. Причем, если представить себе соответствующее передвижение удаляющегося на коне от лица, то сцену Дерево Джон увидится в середине пути. При себе необычности такого сочетания эпизодов первая медитация здесь выглядит так, конечно, описано в сюжет. Возвращаясь к изображению на хитраю воротку, мы видим, что присутствие дерева, расположенного на середине пути, соответствует такому варианту сюжета в химишкрана насереденного с первым медитацией дерево Джон. Надо отметить, что это не единственный случай, когда первая медитация смещается на иное место на расположение эпизода первой части биографии города. Согласно индийским источникам, его позиция в последовательности событий может меняться. В медитане в архиме происходит царевич в владельческом возрасте, лолит и мистры подхачевят в период юности, для юности тоже есть вариации. Во внутреннем наполнении эпизода также могут некоторые различия. Царевич выезжает из города и отправляет селение вместе с царем или жилку из отца лолит и мистры. Вариант лолит и мистры в контексте нашего рассмотрения особенно интересен и главным образом следит с ситуацией ухода царевича, полагая, что оно проводит. Согласно этой версии Сидхат Федайбург вместе со своими друзьями на их прекрасную чарующую перевод жанру садится по гимному имитации. А царь обнаружил, что сын исчез, посылает любимый поиск, и его находят в дереве сидящей с царем в течение. Особенно возник на этот момент матери царевича в первых стихах. Царище его по всему доме спрашивает сестру матери, спрашивает дворец, его при врате в домом уйти. Получив ответ, он тоже закидает дно вблизи деревни сидящего по кистанту в совершенном поклонении. Такой рисунок потери царевича при окончательном уходе его из дома, что сближает его сюжет и может свидетельствовать о том, что первоначально неразделие. Именно такой вариант мы находим в супреобороны тренинг царевича, который в свою очередь находит аналог изобразительного нератива из Сачи. А во всем версиях преданий о первой медитации есть непременные составляющие. Это дерево джамбу в центре внимания участников происходящих событий, а также обязательная сцена поклонения царя своему сыну, когда он увидел его подобного мужества. Если на рассматриваем изображение присутствия дерева джамбу, понимать как указание включенность суда из первой медитации, то сцену прочитания дерева которые ясно считаются на религии. Надо воспринимать именно как отражение этого момента прихода царя. И, соответственно, можно предположить, что самая значительная фигура в этой группе с поражением плеча на лице в высоком тюрбане царь царь пришедший поклониться ему сыну. В отличие от персонажей, которые повернуты в скорую напряжение и они задержались по своему пути, царь противоположен в сторону, но именно к дереву. И он держит цветами, принесенными для подношения. Он не пойдет дальше, встречу дерева Джанна открывает его глаза на руку, ради чего сын его потерял. Если воспринимать эту сцену в том контексте, который предлагает сын работа у людей, то ее роль в последствии переклички смыслов в дальнейшем получается совсем иная. царь касается погоню, ему в области сидящего под деревом адресант, явно объяснение, почему он ушел и что будет дальше. Видимо, здесь совершение дерева свидетельствует о том, что включенное дерево событие разделяющего подхисаттва на две половины, указывающего присутствие подхисаттва именно в центральной схеме. На остальном поджатом пути, зоне спиной коня и в конце всего парохода. Также надо понимать, что порода дерева всегда указывает на определенные события предания. на одной из композиций на станке северного двора Кашистов в центральном положении находится дерево манга, что является таком черном шарости. Каждое дерево, играющее мирную роль в буддийском предании, имеет свои фонографии, и дерево джанга имеет свое канонное изображение с парными противолежащими листьями и четкими прожорками на листьях. Такими особенностями действительно оно обладает. Реальный дерево джанг, называемый также джамун, у него плотные блестящие листья в прожорках расположены парами. Цветы джамуна светлые и чистые и такой вариант изображения в виде цветов. Также встречается композиция передающаяся первой амбитации. Если обратиться к контактному искусству, где описание в виде сидящей фигуры. На нашем рельефе размещение первого середины архитравы является решением художественной задачи. Все три архитравы внешней стороны и восточных ворот объединены темой дерева. На верхнем архитраве дерево чередующихся со ступами обозначает цветут прошлого. На нижнем центральном месте занимает дерево водки, поэтому сцена нишкраммами с деревом посередине выбрана не случайно с точки зрения общих композиций внешней спирогов. Последний вопрос, который можно было бы поднять в связи с таким положением понимания данного изображения, существует ли аналоги изобразительного варианта нишкрамма. Интересен в этом смысле гонхарский рельеф из немограмма виталина спарта. А в середине композиции представлен писатую, сидящую под деревом вегетации. Слева сцена пахоты, главная битва со зерцами, а справа ведущий послуга и сверху спарта. Логически это можно воспринимать наше царечное бонусное участие в какой бы момент в жизни это не происходило. Однако в одном варианте сюжета первой медитации нет коня из людей. Это явно как Хачканда Крама. персонажа сюжета Архилыч Крама, что позволяет предположить, что данное изображение тоже основано на лестнице, которое в той и другой событий соединены. Таким образом, возможности для интерпретации изображений, относящихся к раннему развитию буддийского искусства, расширяются за счет привлечения все большего права текста, в том числе сохранившихся китайских перевод. А существование раннего варианта сюжета Архилыч Крама, который включен в эпизод первой медитации дерева Джангла, выявляется в сутре обладом Евгений Царевича, сохранившихся в переводе третьего вида. Нахождение соответствия этой версии в изобразительном нарративе не только помогает интерпретировать изображение, но и наоборот дает возможность подтверждать, что текст этой переводной сутры действительно отражает традицию, в которой имел хождение выйти и выявлять края пласты. Вот, все. Есть вопросы? 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 И. 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 И.